Последний случай выпадения ребенка из окна был зафиксирован в Рязани на улице Новые. Трехлетний мальчик рухнул с высоты четвертого этажа, из-за чего получил травмы. Малыш сейчас в больнице, но часто такие инциденты завершаются трагически. И, как правило, происходит лето. Жара, окна в квартирах нараспашку. Именно потому, что случаи выпадения детей из окон стали явлением частым, сотрудники полиции уделяют еще больше внимания профилактике. За летний период, за прошедшие два месяца 2017 года, к сожалению, количество детей, которые выпали из окон своих домов, уже больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Я считаю, немаловажным обратить внимание родителей на то, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра, в особенности детей в возрасте от одного года до пяти лет. Потому что эти дети достаточно любознательные, но в силу своего возраста они еще не способны понимать всю опасность их нахождения на подоконниках. Еще раз напомнить о том, что нельзя оставлять окно открытым, а ребенка без присмотра. Мы с инспектором отправились в одну из рязанских семей. Общежитие в поселке Строители. Четверо маленьких детей. Небольшая комната на всех и, естественно, окно открыто. Вот я вижу, у вас окно сейчас открыто. Как осуществлять контроль за тем, чтобы детки не подходили к окну? И как пытаетесь снизить риск выпадения ребенка из окна? Смотрите за ними. Мы стараемся окно, чтобы было закрыто, проветриться. Так, то есть вот сейчас вы проветрите окно, после чего его закройте, да? Потому что понимаете, что дети маленькие, как бы достаточно любознательные, им интересно, что происходит на улице. Особенно, когда слышат, что там кто-то гуляет, кроме них. То есть понимаете, да, ребенок, вот у вас стол стоит рядом с окном как раз. То есть ребенок может как бы залезть через стол на подоконник, после чего, как бы смотря вниз, может перевесить его тело, и он упадет вниз. Итаж у вас четвертый достаточно высоко. После такой беседы не только их мама, но и старшие дети будут внимательнее друг к другу, особенно к самым младшим. Ну, когда мама уходит, я с ним играю, но не подпускаю к окну. Но в каждую семью не пойдешь. Всем родителям лично не расскажешь о главных правилах безопасности. Полицейские раздают памятки и надеются, что в этом районе трагедии не произойдет. Но о том, что ничто не заменит любознательным малышам внимание и бдительность взрослых, важно помнить и понимать самим родителям.